Всем привет, с вами снова Нака и вторая часть обзоров на февральские альбомы, которые мне довелось послушать. И это будет альбом Sewin' Lotus. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Собственно, от альбома тоже чувства крайне смешанные. Хороший инструментал, приятный голос, отличные тексты. Но при этом все как-то ощущается очень сковано. И мне хочется какой-то большей подвижности, особенно в эмоциональные моменты, а не только в добавлении громкости. Сам по себе вылизанный инструментал как бы не так сильно бросается в уши, но в сочетании с таким же скованным вокалом, особенно в тех местах, где он как бы наваливает мощности, это производит впечатление, знаете, наших провинциальных музыкантов, которые играть круто научились. А вот выразительность и ощущение свободы, к сожалению, многочасовыми репетициями и сотнями дублей не вымучить оказывается. Кстати, о свободе. Иронично, что тексты все, собственно говоря, о ней. Они все объединены темой сохранения внутренней аутентичности в условиях системы, которая заточена под поощрение покорных. Это, если что, цитата из Трекомартирис. Казалось бы, тема довольно-таки избитая, особенно в тяжелых жанрах, но товарищи умудрились ее раскрыть довольно-таки непанально, без всяких подростковых лозунгов и прочих банальностей, от которых хотелось бы закатывать глаза. Тексты довольно меланхоличные, такие, ну, темноватые, но при этом не депрессивные. И вот эта тьма, с которой сталкиваются и борются лирические герои, она не беспросветная, в ней вот кое-где там мерцает свет. Возвращаясь к вокалу, хочу отметить, что Джоэл Экелёв меня, можно сказать, очаровал своим тембром. Он не очень красивый, но как он работает с динамикой мне решительно не нравится. Вот пока он где-то в спокойном, в таком динамическом диапазоне работает, например, на медленных композициях, таких как заглавная Lotus или баллада River, там всё прекрасно, там сдержанно, но не без выражительности. Но как только он пытается какой-то вот напор сделать, какую-то динамику, происходит что-то невероятное, что-то мелодии схлопываются в плоскость какую-то. Он начинает петь очень топорно, вот ровно по сетке, как будто в шаг влево, шаг вправо расстрел. Совершенно непостижимый для меня контраст. Я надеюсь, на следующих релизах он от этой зажатости как-то избавится. Резюмируя, альбом неплох. Есть классные, интересные мелодии, хорошие куски такие. Но за вот эту вот скованность, зажатость могу поставить только шесть. Любимый трек – La Saviess. Вот такие у меня впечатления об альбоме So in Lotus. Делитесь своими впечатлениями об альбоме. Также не забывайте подписываться на мой канал на YouTube и мой Telegram-канал и паблики ВКонтакте. Ссылочки там в описании. Пока-пока!